Уроков за школьными партами с нетерпением ждут как дети, так и их родители. Потому как вторую половину прошлого учебного года они провели в домашних стенах. Вспышка коронавирусной инфекции внесла свои коррективы во все сферы жизни россиян. И образовательный процесс не исключение. Пойдут ли в сентябре саратовские дети в школу, пока неизвестно. Ну я жду первое сентября, я хочу. Даша, а ты? Да. Сейчас основная рекомендация по возможности проводить линейки на открытом воздухе. И естественно сограничив количество тех, кто их посещает. То есть не должно быть, чтобы например с одним ребенком приходило несколько человек взрослых. Вот это мы будем действительно просить ограничить. Чтобы линейки проводились таким количеством человек, которые позволяли бы обеспечить социальную дистанцию. И чтобы все-таки это выдерживалось каким-то образом. Для организации работы образовательных учреждений в условиях распространения ковида региональный Роспотребнадзор разработал методические рекомендации и санитарные правила. Первое, что организация входного фильтра. Это конечно не новое. Это было всегда. Да, и в период гриппа и РВИ входной фильтр действовал. Только теперь особенность этого входного фильтра, что во-первых нужно, если школа все-таки с большим количеством учащихся, разводить потоки, чтобы провести термометрию всех, кто пришел обучаться, например, в первую или вторую смену. Еще одной важной инновацией для школ это будет увеличение кратности проведения дезинфекционных обработок. Ну и естественно остается проветривание. Инновацией еще будет это использование такой аппаратуры, как рециркуляторы и бактерицидные облучатели. Теперь их должно быть больше. Они должны быть и на входе, и в столовой. То есть школа должна заботиться еще приобретением вот этой аппаратуры. Питание в школах также будет организовываться. Единственная инновация по питанию это вот использование средств индивидуальной защиты теми, кто готовит пищу. То есть они должны быть в масках, перчатках. Использовать конженые антисептики, проводить дезинфекцию с большей кратностью. Если все же дети начнут учиться очно, то для каждого класса уже готово свое расписание. Даже перемены будут проводиться в разное время. А еще за классами закреплены учебные кабинеты, передвигаться по которым будут учителя. Вот так при входе все при четырех входах будут стоять за ученик и классные руководители принимают детей. Сколько входов у вас будет проводить? Четыре. Это зауч, это классный руководитель, учитель. И они будут в четырех входах? Нет, у каждого ответ закреплен за каждым входом, закреплен зам мой и классный руководитель. И будут принимать каждый свои классы. Каждый день? Каждый день, да. Составлен график приема учащихся. Если антисептики, маски и перчатки могут себе позволить все школы, то с рециркуляторами немного сложнее. Не у всех образовательных учреждений есть на это финансовая и техническая возможности. Что касается вопроса обеззараживателей воздуха и рециркуляторов, мы специально на нашей ВКС приглашаем представителей надзорных служб, в том числе от Роспотребнадзора нашего территориального. У нас регламентация использования рециркуляторов, она определяется техническими характеристиками, которые предусмотрены конкретному виду обеззараживателя воздуха. Потому что там указана площадь и время для обработки. Но пока дети находятся в классе, не является обязательной обработка помещения вот этими рециркуляторами. Поэтому здесь даны разъяснения нашим руководителям органов управления образованием о том количестве, которое может быть достаточным. Потому что пока дети в классах, обработка идет коридоров, рекреации и иных помещений. Пока дети выходят на перемену, соответственно, вот эти рециркуляторы, они перемещаются в классные комнаты и проводится их обработка. Самое главное, на чем обращают особое внимание, это антисептики, наличие мыла, полотенец в специальных комнатах для детей. При организации образовательного процесса локация идет, вот именно класс. То есть, если 25 человек в классе, то это рассчитано на 25 человек, потому что контроль за группой детей в 25 человек, он мониторится будет ежедневно. Потому что самым главным является при организации образовательного процесса это утренний фильтр. Если на утреннем фильтре у ребенка отмечена повышенная температура, то его определяют в изолятор. Они должны быть в каждой школе. Затем о случившемся сообщают родителям и в Роспотребнадзор. 62-й Саратовский лицей своих учеников ждет с нетерпением. Учителя делятся, что очень соскучились по ребятам и, конечно же, надеются, что учеба начнется в очной форме. Однако, если показатели заболеваемости коронавирусом будут оставаться на высоком уровне, а нежелание горожан одевать маски в общественных местах ситуацию только усугубляет, то и привычной школьной линейки саратовским ребятам ждать не придется. Мария Бочкарева – мама будущего первоклашки. Она находит много минусов в дистанционном обучении и считает, что дети должны сидеть за партами, а не за компьютерами. Очень много детей обратились к нам в этом году, как я являюсь участковой медициной. Обратились к проблемам зрения, связанным с повышенной нагрузкой на умственную деятельность, на концентрацию зрения на компьютере, ну, собственно, и нарушение опорно-двигательного аппарата. Ребенок в восхищении, ребенок ждет, но, соответственно, детские сады в этом году были ограничены резко, причем резкое ограничение общения, так как ребенок ждет чего-то нового, ждет новых друзей, новых эмоций, восторжен. Но, судя по отзывам директора и руководителей учреждения, куда мы собираемся пойти, переход на дистанционное обучение ожидается в скором времени. Инесса – мама и руководитель балетной школы. В ее сфере дистанционное обучение даже опасно. Ну, как мама, я хочу сказать, что вот у меня дочка, она учится, закончила четвертый класс. Поступила, были вступительные экзамены в хореографическое училище на Собластной колледж искусств. Ну, теперь вот ждем, что и как будет дальше, потому что дистанционно обучаться хореографии невозможно. Это нужно только в личном контакте с педагогом. Если дети теряют форму, то в дальнейшем у них просто происходит, наверное, какое-то уже нежелание, наверное, обучаться, потому что им становится все тяжелее и тяжелее. Вот, в форму входить очень тяжело, это нужно каждый день заниматься. Вот, а если это не каждодневные занятия, тем более вот так онлайн, то получается, что дети просто расхолаживаются, и дальше их собрать уже невозможно. Все участники учебного процесса в любом случае ждут 1 сентября. И неважно, откроют свои двери школы или какое-то время, нужно будет продолжить обучение онлайн. Есть даже те, кто уже приноровился к дистанционному обучению и комфортно чувствует себя дома. А кто-то, наоборот, ждет не дождется, чтобы встретиться с одноклассниками и учителями.